приветствую на канале сегодня у нас уже 12 мая и приступая я к закалке рассады то есть приучая ее к солнцу и к холоду часть перчиков уже пересадил в объем приблизительно 1 литр то есть эти перцы буду выращивать закрытым способом в ящиках или ведрах и вот они у меня уже растут в литровых горшках перцы которые вот так крутят лист это уже показывает что у них корни начинают деградировать ну и лист закручивается к этому времени корневая уже полностью занимает горшок и не хватает им питания то есть уже нужно определять в грунт либо пересаживать в объем больше в основном это сладкие перцы у меня так крутят сейчас их то есть видно корень полностью занял горшок и вот его скукоживает несмотря на то что их подкармливаю все равно его закручивает тут спасет только одно посадка в грунт то сейчас закалка в районе недели то есть первый день закаляю рассаду на солнце пару минут и каждый день добавляю по 2-3 минуты вот сегодня третий день и закалка будет минут пять приблизительно то есть нужно смотреть на листик вот например я закаляю там несколько минут и потом ставлю под спонбонд там где спонбонд поднимала вот так подгорел листик то есть это видимо был свет проходил и чуть-чуть перцы подгорели то есть если не закалять то они полностью сгорят это либо тоже солнце либо он чуть-чуть болеет в общем течение недели произведу закалку и буду высаживать грунт в районе восемнадцатых двадцатых чисел там уже погода будет более менее стабильная и перец будет расти в менее парничках в этом году купил мини парники и буду выращивать перец в этих парниках перец после того как постоял под прямыми лучами и оставлю под спонбонд то есть вот такая белая ткань это плотность якобы 40 но на 40 что-то это не похоже либо это такой производитель то есть она просвещается видно либо просто продали как какой-нибудь двадцатый ну в принципе я смотрел что рассада не горит под ним и получается вот так когда делаешь границу там где светит солнце и там где он затеняет получается под солнцем 130 тысяч люкс а под ним уже 70 то есть затеняет почти в половину ультрафиолет самое главное нам прямыми лучами не попадает ну и рассада не горит то есть чуть на солнышке и дальше под спонбонд за нашу рассаду вечером уже где-то часов в 11 то есть и дополнительно вечером они еще получают закалку холода вот так он просвещается якобы 40 сейчас пойду на парник покажу 40 которая нормальная и вот производство чехия спонбонд но он так не просвещается то есть то что находится внутри очень тяжело разглядеть то есть это сороковка той сороковки очень сильно отличается вот такой парничок здесь у меня уже растут огурцы и помидоры ну собственно также буду выращивать и перец с баклажанами в этом году рисковать и высаживать перцы сразу парничок не решился я потому что есть вероятность что просто погорят это перец не погорел это такой сорт перца то есть него варегатное состояние это декоративный перчик интересно выглядит посмотрим что из него получится там должны быть и плоды полосатые это халапени тигр интересненький сорт то есть те которые сорта интересно поворачивать грошках вот уже пересадил наконец-то дождался солнца сейчас пять минут и дальше вот так вот он у меня закрывается полностью и как можно видеть вот у нас идет граница по солнцу то есть спонбонд хорошо затеняет сильно активности по солнцу перца не нужно то есть освещенности будет ему достаточно на этом по закалки рассады у меня все то есть по паре минут добавляем каждый день и с рассадой будет все хорошо интересно узнать те кто выращивал каролину в теплицах какие получались у вас результата то есть прошлом году у меня в контейнерах объемом от 7 до 10 литров получалось 50 60 плодов это красная коричневая каролины желтая получалось 120 такая сильная каролинка то есть много плодов было интересно узнать какой результат в теплице получается все друзья на этом у меня все всем спасибо и всего доброго